Дорогая подруга, близится годовщина вашей великой победы в битве за Сталинград. В той битве вы разгромили злейшего врага, который нанес настолько тяжелые раны вашей и нашей родине, что они еще долго будут причинять нам боль. Это письмо в 1950 году написала жительница польского города Кракова Роза Вроньска. Иллюстрированный исторический сборник «Городу и миру», презентация которого прошла в Доме Рио, включает 75 подобных документов. Всего же в архиве музея-заповедника «Сталинградская битва» хранится 1720 таких писем. Сталинградская битва, конечно, произвела огромное впечатление на весь мир, мужество и стойкость защитников Сталинграда. Писали письма со всего мира. И в случае с Польшей это была целая компания отдельная. Специально для презентации сборника в Москву из Волгограда привезли несколько подлинных писем. Здесь и красочно оформленные послания коллективов польских рабочих, и письма, написанные аккуратным детским почерком на листке школьной тетради. Наверное, самые трогательные письма, потому что пишет из Кракова 26 января 1910 года в Сталинград Сивиканна. Она пишет «Мы, дети Кракова, благодарим за освобождение Кракова, за освобождение всей Польши». Письма демонстрируют, как тогдашнее польское общество воспринимало значение освободительной миссии СССР в ходе Второй мировой войны. Дозвольте такую remarку, что эти письма были писаны в эпохе, парадоксально не самой лучшей для польско-российской дружбы, для взаимоотношений, потому что это была такая эпоха, когда так называемая польско-совецкая дружба являлась принудительной. Но думаю про эту книгу, я думаю прежде всего о чем-то другом. О том, что она является детищем этой эпохи, то есть Второй мировой войны, эпохи, когда и на поляков, и на россиян шла беда. По-моему, это была самая страшная беда, самая страшная угроза во всей истории и поляков, и россиян. Мне кажется, очень важно помнить и в современной Польше, что последняя Вторая мировая, она же Великая Отечественная война, это была война не только за сохранение российского народа, за сохранение страны Советского Союза, но это было сражение из-за сохранения всего славянства. Сейчас часто забывают об этом в Польской республике и не ставят вопрос о том, а что было бы, останется Гитлер в Польше. Наталья Конева, дочь маршала Ивана Конева, который командовал Первым Украинским фронтом, освобождавшим Краков, напомнила, как в городе был торжественно открыт памятник ее отцу. Пришли люди, которые открывали этот памятник в национальной польской одежде. Вы знаете, меня это очень тронуло, потому что таким образом подчеркивалось, что ставя этот памятник в Кракове моему отцу, они признают вклад нашей армии, Красной армии, в освобождение польских земель, а с другой стороны, они подчеркивают, что у Польши всегда была своя судьба, но при этом поляки всегда благодарны за то, что делалось ради их свободы. Открытый в Кракове в 87-м памятник маршалу Коневу был снесен в 91-м году. А вот позитивный пример российско-польского взаимодействия. Совсем недавно польское православное сообщество «Благодатного огня» выступило с инициативой восстановить заброшенное русское военное кладбище в 40 километрах от Варшавы в селе Станиславово. До 1915-го на его территории располагался русский гарнизон и было несколько православных храмов. Состояние кладбища сегодня очень печальное, оно почти разрушенное, даже можно сказать драматическое. Не сохранились никакие документы, схема, план, списки похороненных. Предполагаю, что все эти документы были вывезены во время беженства в 1915-м году. Мы решили тогда обратиться в Российское историческое общество. По запросу РИО Российский государственный военно-исторический и Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга предоставили копии вот этих документов. Это метрические книги Свято-Георгийского собора, крепостного собора, который находился на территории, интересующей нас. И метрические книги церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Эта церковь действовала при военном госпитале Новогеоргиевском. Так вот, книги датированы 1914-1915 годом, всего там записей на 80 листов. Русское военное кладбище под Варшавой – это общее историческое прошлое Польши и Российской империи. Что же касается будущего, то в Доме Рио напомнили слова Станислава Лема. Правда, с небольшой оговоркой. Станислава Лема спросили. Говорят, вы футуролог, вы многое думаете о будущем, наверное, многое знаете. Скажите, что будет дальше? Помните, что ответил Лем? Он сказал, что дальше будет все то же самое, только хуже. Хотелось бы выразить надежду, что вот эта сентенция, этот афоризм не относится к российско-польским отношениям, потому что кажется, что иногда что хуже быть уже не может, значит, должно быть только лучше. Служба информации Фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фонда «История Отечества» Фонда «История Отечества»